Ребята, мы начинаем. Кто пьет кофе, а все еще тот. Идите сюда. Скажи раз, два. Скажи еще раз. Много вас происхватило. Раз, литерат, это не я. Еще раз скажи что-нибудь, Маш. Да, друзья, у нас... У нас сегодня в гостях, как вы уже заметили, чистокровный канадец, эксперт по функциональному программированию, он к нам прилетел специально из Канады, и он сейчас сам за себе все расскажет. Какие языки вы можете? Привет. Меня зовут Паша Кременков. Все еще... Пока еще. Пока еще, да. Меня Димон попросил, когда мы с ним разговаривали по поводу будущего по фронту, типа, «Слушай, придумал какую-нибудь тему такую, ну, чтобы вот так вот вставил и на английском». Это было сильно утром, у нас 7 часов разницы. Ну, написал вот это. «Functional programming tools with the internal religion». И потом понял, что оно ни о чем было, поздно он уже опубликовал. Вот, пришлось картинку такую подобрать, но... Надо все-таки быть честным, потому что здесь это не совсем functional programming, и не совсем religion, и тут нет слова JavaScript, оно должно быть. Поэтому есть такая настоящая тема. Приемы функционального программирования в обычном JavaScript. Только приемы, только жаловы. Да, кто вообще я? Нина, я сказал, все еще Паша Гривенков. Я работаю как престарелый, software developer, пиотанк. Сфинирующий кому как пенсионер. Окей, Онтарио, Кэнта. О чем презентация? Мы будем брать какие-то идеи функционального программирования. Не функциональное программирование, в принципе, просто какие-то отдельные идеи. Я их буду упрощать вот просто по упору. То есть до такого момента, что знающие люди скажут, «Нет, чувак, это не функциональное программирование, это там... Ты назвал монадо «э», а на самом деле это «э». Ну да, так и будет. Это все в JavaScript, хотел бы сказать. И по каждой теме я буду примерно говорить вообще, ну зачем это все надо? Есть какая-то польза, нет? Какие-то пользы. Зачем-то ж люди это используют. О чем не будет эта презентация? Я не буду проповедовать, что ОПП, как и Apple, функциональное программирование спасет мир. Как сам звук или что сейчас спасает мир? Кто-нибудь. Это не будет подробный инфекция о функциональном программировании. То есть если вы знаете ОПП, уйдя отсюда вы не узнаете ничего нового. Если не вы знаете, если вы не знаете функциональное программирование, вы можете говорить, что теперь я знаю ОПП. Но это будет чуть-чуть немножко. Потому что только отдельные идеи. И не будет таких вот определений, как MANUADUID и MANUID в категории эндофункторов. Я примерно могу сказать, что такое MANUID, что такое категория, что только эндофункторы. Но это никаким образом не пересекается с тем, как это работает в JavaScript. Поэтому зачем? Итак, план. Мы поговорим про immutability, про оброс о функции, про непросто о функции. Про то, как примерно можно скрестить OPR и FP. Что такое функторы? И что такое MANUADUID. По-моему, все люди, когда начинают объяснять с MANUADUID, это всегда почему-то кажется какой-то ад. Интересно почему. Итак, прежде чем вообще начнем, что такое функциональное программирование? Очень-очень-очень просто. Это такой декларативный способ программировать, когда все данные разумны, а в фокусе хорошая математическая функция. То есть чисто, без побочных эффектов и ничего. Все остальное — это приятные приблуды, но это вполне нормальное определение. Чтобы вы представляете, что такое декларативный язык, есть MOVE AXBX — это императивный. Это C-шар, пожалуйста. Есть SQL — средь звездочка from что-то. Это больше декларативный, потому что мы описываем, что мы хотим получить. Мы не описываем, как лезть в индекс, как смотреть, в каком файле это лежит, и как использовать строчки и что с ними делать. Итак, ну и таблетик. Это просто. У меня есть еще один слайд про то, что это просто. Поэтому начнем с него. Значит, мы оперируем только родными данными. Если вы объявили какой-то массив, этот массив в таком виде сохраняется навсегда. Если вы хотите в него что-то добавить. Второй момент. Если какие-то числа строки — это константа. Если это какой-то объект, вам нужно что-то в нем поменять. Не надо делать иного. Например, поскольку мы заняты в телематике, то есть мы смотрим, куда ездят машинки и что они делают. Для меня тема GPS, карты и окна — это очень какое-то родное. Поэтому примеры будут оттуда. И значит, такой пример. Есть входный данный. Есть какой-то массив трюпец-координат, широта-долгота, широта-долгота. И есть какой-то мы забили массив для будущего удовольствия результата. Задача — перевести координаты из широты-долготы к ответной xy, чтобы дорисовать на экране. И дальше у нас начинается такой махач. Мы берем var i равно 0, map coordinate line i++. Берем текущую координатку, прогоняем ее через функцию map to screen и ложим в array результат. В чем проблема? Смотрите, я использовал замечательный красный цвет. Цвет любви и мира. Чтобы показать, что здесь будет меняться. Во-первых, у нас 4 вар переменная, и потенциально все это может поменяться. Во-вторых, по этому примеру, 3 из вар переменных действительно будут меняться. У нас меняется i, у нас меняется screencouts, у нас меняется current. И вот по моему опыту, все, что когда начинается с индексами и массивами, и индексацией массивов, это всегда ведет к какому-то фейлу. То есть это неплохо, но я регулярно делаю ошибки. Например, я поменял map coordины, добавил что-то еще, и не сильно предусмотрел, что это меняется в индексах. И бах у меня результативный массив — больше или меньше элементов, или вообще какую-то фигню. И я потом сижу и часто бахлю, а откуда? Ложить в этом массив тоже не очень хорошо, потому что, представьте, вы делали map screen, и у вас бросился эксэшн. В результате получается, ну непонятно еще, как вы перехотели эту ошибку. Теперь вам нужно напрягаться, чтобы убедиться, что этот screencouts не будет нигде использовать, потому что в данный момент он поврежден. в нем есть частичный результат, но не весь. Это гема, и неудобно. Вот как можно решить проблему чуть-чуть более функциональным подходом, с только родными данными. Это константа map coordinates, чтобы на всякий случай не меняли. Это не спасет вас. Это спасет только от присваивания map coordinates другого значения. Если вы хотите, чтобы массив тоже был полностью такой mutable, либо используете mutable.js, либо просто делаете object freeze, очень давно есть эта функция. И все, он тогда вот ваш навсегда. Второй момент. Не надо делать for. Есть замечательная функция у array, называется, три приказные функции, map, filter, reduce, которые проходят по массиву, применяют какую-то функцию к нему и делают что-то с результатом. В данный момент мы маркируем map coordinates через функцию map screen в новую коллекцию, которые содержим только map coordinates. Если что-то падает, ладно, это уже сбегает бред, пока без вывода. Второй пример. Редакцирование какой-то entity. Обычно мы редактируем либо людей, customers, departments, что там еще у нас стандартное, такой. Меняем там имена, last modified date, все что угодно. Вот есть вот такой простой entity, у которого есть name. У него есть функция set name, мы ставим новое имя. Опять же, name меняется, меняется прямо здесь. И что плохо, ну, представьте, вы загрузили юзера какого-то, на форму показали, вы начали его редактировать, бах, ошибка. Хорошо. Мы меняли этого юзера, но не закончили, опять же. Что делать со старым? Как вернуть старого? Еще раз вопрос сделать, чтобы вернуть оригинальный рекорд. А что если мне нужно сделать undo? Опять делать запрос назад. То есть есть какие-то мелкие побочные эффекты, с которыми теперь нужно иметь дело. Классная кнопка. По-хорошему можно сделать так. Ну, можно сделать так. Во-первых, имя это контент. Если вы хотите поменять имя, вы создаете новое entity. Это для нормального белорусского разума, это будет высшего уровня. Трата памяти. Новый объект создавать, надо поменять имя. Это же столько памятного заживания. Если вы не создаете миллионы объектов вот таких вот, расслабьтесь. С вами, может быть, не все в порядке. Тут будет все хорошо. Итак, прежде чем сказать, зачем это хорошо или плохо, как вообще с этим бороться? Ну, тогда, когда это нужно. Не обязательно все данные переводить в ютубов. Если есть выбор, используйте const либо led вместо var. Это для последнего национального скрипта. Const — это константа. Разумеется, led, он не сделает данные redonda, но он, по крайней мере, немножко, ну, в общем случае, уменьшит скоп, в котором можно данные поменять. Потому что, помните, там была переменная карма, она была в цикле, но, на самом деле, кто угодно, если это будет видно, может это поменять в первую очередь. Это тоже прекрасный кайф, когда начинаем продолжить. Второй момент. Если у вас есть массив, и вам нужно по нему пройтись, ради бога, не используйте for. Он быстрее и по каким-то данным, там, раз в 9, например, быстрее, чем filter, map, reduce. С другой стороны, мы говорим, например, между 1 нс и 9 нс. Насколько я помню, за 1 нс свет пролезает 30 см. То есть, у вас он пролетел почти метр, забейте, все будет хорошо. Это не страшно. И контрольный выстрел, Object Freeze, он, ну, по крайней мере, на данном уровне, замораживает объект, и больше в него ничего нельзя добавить, удалить. Это удобно, кстати, и мы даже используем. В чем плюшка этого всего? Проще понимать код. И вот иногда я добавлю свой код, иногда когда-то добавлю лоббинг код. Почему же? И там, вот, есть ошибка какая-то, если переменная такая и такая, то что-то происходит не так. Хорошо, вопрос, как они стали такие? И это, например, интересно, потому что это 10 мест, где они инициализируются. Некоторые через iApps, некоторые через таймарт, некоторые просто на обработку на кнопку. Хорошо, какой из них был. Более. Сами этого такого не будет. То есть, если есть переменная, она инициализировалась, всегда есть только одно место, где она инициализировалась. Проблемы закончились. То, что проще, то надежнее. Вага будет меньше. Честно-честно. Классный момент, о котором я говорил, атомарность какого-то создания объектов. Если вы создаете эрдонный объект, то либо вы его создали, либо вы его не создали. У него не будет каких-то промежуточных состояний, что он частично инициализирован, но через 2 минуты мы должны еще что-то, и он станет готов, и тогда можно что-то делать. Нет. Он либо есть, либо его нет. Очень просто. Меньше временного связания. Это примерно то же самое, что я сейчас объяснил, что когда объект создания объекта либо инициатива каких-то данных ростов во времени, возникают происходящие какие-то. В девелопменте, например, всегда вот это медленный запрос, это быстрый запрос, поэтому можно смело ожидать, что быстрый запрос будет первый, медленнее второй, поэтому можно просчитывать на это. И продакшн, он не следует в травмах. Там всегда что-то встречается. Это что-то было временное связание. Продомные объекты и прочие решения. Я бы сказал жёстче. Только редонные объекты можно решить. Если ваш объект меняется, вы меняете его в кэше, то то, что происходит по сторонам приложения, это уже непонятно. И у нас была такая ошибка, когда на какой-то форме объект стал просто другим. Я-то знаю, что он загрузился в одной форме, но он другой. И вот какая-то мелкая программа отсюда урочила. Как-то хитро поменяла объект, который через кэш стал изменённым всех. А следить это был тот ещё геморрой. Мы делали это, ну, по-моему, тогда уже и был, Object Freeze назывался на этих объектах, чтобы его никто не пробовал. Этого было недостаточно, нужно было очень рекурсивно сделать. Но после этого кэш работает как часы, вот всегда. И последнее — поток обезопасности. Это не сильно актуально оближало скрипта пока что, но в серверном коде самый большой геморр в потоках — это координация выполнения, в какой момент один поток завершается, другой начинается. И второе — это берение доступа на какие-то общие ресурсы. Ресурсы, которые несколько потоков могут средактировать. И это, ё-моё, это просто кошмар. Особенно если проект немного старый, и там потоки синхронизируются через старые добрые Mutex и семафоры, и всё остальное, это такая карта, которая никогда не работает. Всегда там есть какие-то баги. Вот сколько мы работаем с этим кодом, там всегда есть баги. Родонные данные — абсолютно безопасный блок потоков. Ну просто хорошо, от 10 потоков читать этот блок одновременно, ради бога он всегда одинаковый. Это просто такая карта. И я помню, сейчас надо очень верно, потому что там ещё 5 пунктов. По минусам — больше нагрузка на просьбу, больше нагрузка на память. То есть, такая смешанная, потому что больше памяти выделяем, больше капюш коллекшенов, они влияют на frame rate, нужно как-то дебаггить, и иногда это выходит боком. У меня боком это иногда выходит. Второе — дополнительная нагрузка на мозг. Дело в том, что наш любимый объект реальных программинг подразумевает, что здесь какой-то объект, у него меняется состояние, есть функции, которые меняются. если вы смотрите, есть OOP с mutable объектом, и есть то, что я сейчас сказал — не меняйте объект. И пока что это никаким образом в голове не пересекается. Ну, есть какая-то нация, которую приходится преодолевать, чем пересекать. Хотя бы то, что, блин, нужно же экономить память. Ё-моё. 40 боевых на дороге не валяется. Дальше. Просто функции. Есть такая штука, называется функция… Нужно ли это еще раз сказать? Нужно. Есть такие функции, называются функции первого класса. Это функции, которые вполне себе можно использовать как данные. Их можно передавать в качестве параметра, их можно вот так присваивать. И, жалов сказать, те функции как раз-таки такие. Потом будет еще чистая функция, они честно будут. Например, есть, например, массив, у него есть мат, который принимает на вход функцию. Это известно, это удобно, и не все языки это умеют, поэтому мы зря их не ценим. Второй момент. Функции могут быть присвоены как значения. Например, window, one, error, равно и какая-то моя функция. Даже в нашем проекте, в котором все люди знают JavaScript, регулярно встречается какое-нибудь присваивание что-то, property равно function, не при которого вызывается другой function. Вопрос зачем? Потому что оберточный function не нужен. можно функцию взять и присвоить. А ну, все будет никак. Ну, результат такой же. Иногда бывает, что это мы делаем, я-то знаю, что сейчас функции еще нет, а потом она будет на тот момент, когда вот клик эта функция как раз появится, поэтому давайте сделаем так. Может быть, но это работает отлично. Второй момент. Более интересно. Есть штука такая чистая функция. А я помню, штука чистая функция. Конечно. Первое. Функции не делают заботчных эффектов. Если вы выполнили функцию один раз, Вселенной пофигу, она никак не занималась. Никаких дваланских переменов не добавила, никакие значения не добавила. Вселенная очень такая афига. Второй момент. Детерминировать значительную функцию. Функции зависит только от входных параметров. В приложении не будет какого-то глобального флага, что если я равно true, функция считает синус так, считаю его как косинус. Если это false, то считаю его как косинус. Просто по приколу. Если есть два аргумента, какой-нибудь аргумент, и для него есть результат. Всю жизнь, с сегодня до послезавтра, будет точно такой же результат. Это очень ценные качества. Например, просто пример побочного эффекта. Есть одна функция, которая конверсит массив GPS данных в оконные координаты. И у нас есть вот такая красная штучка закэшированный конвершн, потому что только я буду потом это использовать. Функция делает побочный эффект. И это выглядит не страшно. Ну блин, есть же какой-то кусок кода, который будет дальше пытаться использовать этот массив, а его может и не быть еще. Либо он может быть вообще какой-то левый устаревший. И вообще функция Convert GPS, она конвертит GPS из одного в другое. То, что существует такая концепция, как кэш и клай. Вот абсолютно. Не надо смешивать разные вещи. По-хорошему, вместо кэш конвершн равно, должен быть реклама питочка. Функция сделает какую-то конверсию всегда одинаково. Второй момент. Не момент, пример. Не детерминированная функция Я. Есть такая функция Спас Дейт, мы передам ему Дейттайм и проверяем. Эта дата была вчера, ну, была до сейчас либо после сейчас. Функция красивая, простая. С одним маленьким, но доедна уменяется. Иногда очень неожиданно. Каждые два раза в год. Представляете, два раза в год при переводе часов там с трех ночи до двух ночи и наоборот у нас часы меняются. Стайка и нет тестов падает. Ну, почему? Ну, наверное, из-за даты. Перевод часов, что-то мы ожидали одно, дата была другая. И отследить, что это прислуг этой функции, ну, это нереально просто. У нас же работает. Ну, я зашел в breakpoint, здесь нечего ломаться. Дата всегда null. Почему она иногда возвращает false, я без понятия. Чтобы сузить друг подозреваемый передавать себе дата null в качестве параметра. Теперь функция всегда работает одинаково. Абсолютно всегда. Если что-то сломалось, это не эта функция. Это что-то другое. Плюсы. Нет побочных эффектов. Побочные эффекты, это всегда что-то более сложное, с чем нужно иметь дело. Чем что-то более сложное, тем больше богатым там делаем. Поэтому, соответственно, будет меньше варвар. Это очень просто тестировать. Вы просто не представляете себе. Вот только эта функция из past date, там нужно только два и три теста. Планы три. С даты до, с даты сейчас, с даты после. После того, как эти тесты есть, эта функция вечная, абсолютно надежная, с ней никогда ничего не произойдет. Ну, вообще никогда. Какой бы сейчас нот с часом сквозь не был. Нужно мазать. Врачи сказали раз в час. Это очень просто понимать. Так как функция зависит только от разных аргументов, когда я открываю функцию, я вижу только эту функцию и только то, что она делается. Мне не нужно думать, а что же привело эту функцию к работе таким образом. Скоб этой функции, вот здесь вот, здесь нечего больше понимать. Все внутри этих фигурных скобок. Абсолютная подобка безопасности. Я об этом уже говорил. Есть ли у вас чистые функции и mutable данные, и детерминированные функции. Что один поток, что сто потоков. Им абсолютно по барабану. Больше того, это офигенно распараллеливается. Что у вас одно ядро, что у вас два ядра технологий, оно работает одинаково. Здесь нечего синхронизировать, здесь нечего варяться, какие дышат данные. Что минусы? Опять же нет побочных эффектов. Мы, как программисты, делаем обычные эффекты. Мы превращаем данные из космоса в репорт на диске. Это обычный эффект. То есть функция вчера, делающая репорт, будет выглядеть по-другому, ну, работая сегодня. Ну и кэш, вот вывод это все, это обычные эффекты. Поэтому с этим, ну, от этого не избавиться, нужно как-то это все балансировать. Прежде чем я скажу как, поговорим о непростой функциях. Есть такие, ну, вот это уже идет почти, почти функционально программирование. Есть такие две классные вещи, как композиция функций и кайминг функций. Композиция — это просто, когда вы берете две функции, делаете себе каждую. Как 1 плюс 1 равно 2, функция a плюс функция b равно функция c. Удобно, когда я вызываю c, вызываю разументный а и б. Это классно. Например, есть у нас две функции. map to screen, ну, опять же, это самая функция, которая переводит шарту долготу, в x и y. И вторая функция screen to str, которая переводит x и y в какую-то строчку, которая, например, понятна для sfg. Там move, 0, 0, line to 10, 10. Есть какой-то массив координат, который мы перегоняем. И дальше идет черная магия. Координаты, прогнать через нату скрин, а теперь прогнать ту скрин to str, и все это без значки запятую, и результат у нас получился красивый, рядом и бас. Есть маленький ном. Плюстители чистоты скажут, товарищ, здесь два промежуточных массива. Где-то в мире сейчас, в бедной Африке, потерялось 10 байт памяти. На секунду представим, что это проблема, хорошо? Ведь эти функции, поскольку они чистые, ну, я знаю, что они чистые, их можно увидеть в одной конструкции и сделать так. Я для примера использую библисику рамда, какой-нибудь loadHFP, там еще без зоопарки, что хотите, что используйте, написать свою какую-то функцию, без проблем. Я объединяю функцию screenToStr и mapToScreen. И все, теперь у нас только один map, мы сэкономили кучу памяти, нет, не кучу памяти, и остался один map. Пример дурацкий, но просто показывает, как композиция работает. Было две функции, стала одна, которая делает две работы. Более живой пример композиции, например, у нас есть уже какие-то оконные координаты, и я сейчас хочу их разделить, которые попадают в экран, и которые не попадают. И мне от дедушки досталась функция из insideUport, которая как раз проверяет, оно вообще внутри или снаружи. И все, мы берем, insideScreen, рамок screenCalloutScreenPort, придаем функцию, и в результате получается замечательный массив на упорте. Посмотрите на вот что внизу. У нас есть функция из insideUport, у нас нет функции из outsideUport, поэтому передаем целую функцию вокруг, внутри которой, из логики, какая-то фигня. Вот посчитать, сколько символов пришлось добавить, мне не то, что жалко, но логика вот этого выражения она теряется. Теперь нужно вместо одной наносекунды думать почти секунду, что это делать. Поэтому есть еще более ужасный вариант, но в качестве примера будет работать. Нашли координаты внутри К, и теперь сделаем функцию из outsideUport, чтобы передать ее для второй коллекции. И она, это просто композиция, берем не и берем ту самую функцию. Все, мы собрали новую функцию, передали туда screenCalloutFilter из outsideUport, получили новую массивную. Функция not, она существует, я ее писал сам, и она используется в блин участке. Потому что писать функцию обертку только ради того, чтобы сделать не другой функции, это скучно, долго, и это просто оскорбление моим вальсом. Ай! Вот умная штука. Второй момент caring, иногда ошибочно или не ошибочно произношенный, как коррирование, как правило, мной. Каринг — это частичный вызов функций. То есть у нас есть не все аргументы для функций, но вызвать что-то хочется, потому что может завтра голодный день будет, и мы можем хотя бы что-то начать делать. И вот такой пример. Я везде козырел функцией map to screen, которая берет gps, возвращает xy. Но это ложь, такой функции не бывает, потому что перевод из карточных координат в окон зависит от фокуса, где мы сейчас на карте смотрим, какой у нас экран. Поэтому на самом деле нужно передавать еще extend — это viewport на карте, viewport на экране, и только потом уже точку. Поэтому перевод координат из gps в окон был бы так. gps points, и опять же тут функция, внутри которой мы называем from up to screen, extend, всякая фигня. Я на трекции сделал еще один слайд. Смотрите, у нас есть point, там нужен только point. Все остальное, ну и сама функция, все остальное — это такой хлам, extend и viewport, они же никогда не меняются. Я только ради них создаю новую функцию вокруг. Здесь даже не потеря каких-то ресурсов, которая никакая, но опять же это скрывает логику того, что мы здесь делаем на самом деле. Поэтому это самый отвратительный кусок кода, на деле самый отвратительный, который из этого байл, поэтому я пробегу совсем сильно. Опять рамда. Делаем carry. Рамда, carry, передаем ей функцию. В ответ она дает другую функцию, которая теперь может принимать аргументы по одному. До тех пор, пока мы не передали все аргументы, она будет возвращать в ответ функцию, которая будет просто ждать остальные. Например, складываем 2 плюс 2, мы функцию передали 2, она вернула вторую функцию, которая теперь тоже ждет 2, но уже только одну логику. После этого она уже сделает результат. И мы эту функцию теперь вызываем только двумя параметрами. Extended viewport. Он дал вам какую-то функцию, которая принимает теперь только один параметр, и все. И дальше мы screenplay, все равно, gps, map, map, map to screen. Тоже используется часто. Такая, ну, просто удобная инструмент. В чем плюшка композиции и cry-ринга? У нас появляется дополнительный инструмент, как можно переиспользовать функции. То есть, они внезапно становятся немного меньше, потому что, ну, теперь можно простенько слепить и уже подать как целиком блок. Зачем написать одну большую функцию и с одного сделать? Соединять вместе. Ну, и потенциально потом можно переиспользовать еще раз. Да, они становятся меньше, что вообще считается очень хорошей практикой. И есть такая фигня, как мимоизация. На самом деле она принадлежит предыдущему предыдущей главе про просто функции. Если ваша функция не делает побочных эффектов и ее результаты есть только отходных параметров, вы ее можете вызвать один раз, запомнить, что она вернула и больше никогда не вызывать. Если у нее есть если отход принимает такие параметры, я просто верну, это же сохраненный результат. Например, если вы считаете там спутник md5 хэш для одной и той же строчки, он никогда уже не поменяется. Просто сделайте dictionary строчка md5 если вы знаете, что это для этой строчки md5 будет вызываться ну просто очень много раз. Полезная штука. Минусы. Иногда как он становится ну не просто загадочнее, а просто адские загадочные. У меня есть какая-то строчка ну я александр вызвал какие-то данные прогонял через кучу-кучу конвейеров перевернуть еще сделать что-то добавить что-то изменить и понял, что блин, я же могу сделать одной композицией сделать просто один map и туда передать эту функцию и он рассвернет массив ударить не нужно выделить нужные свойства короче, делает все и в результате получилась такая криптографическая строчка арком полосы там никаким тромом не пересекающиеся слова оно работало замечательно работало я каждый раз когда смотрел на эту строчку я не понимал как она умудряется это делать потому что она вообще никакого смысла это минус ну да и можно хуже производительность кода в одном из кусков нашего кода где на карте мы вводили какие-то лейблочки что этот склад эта машинка нет были проблемы с производительностью которые я следил в функции carry она создавала так много closure для функций что в том bottleneck это была очень большая проблема я обернул вариант первоначальному это массив map function внутри которого называется старый добрый function с гучей левого параметра и это стало просто в порядке если у вас какие-то bottleneck или сильно нагруженные моменты carrying не покатит от него больше проблем теперь имея все это в виду что есть метаблообъекты есть чистые функции есть необходимость что с дисками с репортами и всякой фирме которая меняется со временем как это все совместить есть классная концепция которую наверное придумал Гарри Бэнхард в 12-ом году называется imperative shell functional core это когда есть какая-то оболочка которая работает только с побочными эффектами с диском с кэшем со временем чем-нибудь еще и есть какой-то функциональный ядрок который работает на принципу функционального фондомирования все радонное чистые функции все хорошо и там лежит вся логика и мотивация такая что нигративная оболочка она берет на себя все побочные эффекты и она очень тонкая потому что когда вы читаете что-то с диска вам не нужно читать это сильно сложно обычно это свой какой-нибудь функции прочитать в файл и из-за того что она очень тонкая потом я скажу какие положительные моменты функциональное ядро в свою очередь она здоровенная фиговина в которой вся логика все приложение вся логика приложения даже не знаю что еще добавить по предыдущению славянам все это рассказывать еще один уродливый пример буквально по строчкам вот я собрал две функции что из нашей station машинка движется extract location из массива данных о машинах убирает их положение там есть такой в массиве который вернет этот аяк запрос будут json машинки у которых будет property allocation эта функция их просто доставит оттуда в защиту для нового массива и смотрите что мы делаем сделали запрос отфильтровали его оставили только машинке которые движутся например у нас Uber нам нужно прочно сказать кто рядом с нами сейчас едет вообще оставили все которые едут вытащили оттуда location перевели в оконные координаты оставили только цель которая в экране отрендерили смотрите какая я всего штука у нас вот есть четкая оболочка которая работает с побочными эффектами есть штука которая лезет на сервах и каждый раз возвращает разные результаты есть штука которая лезет на экране и оставляет в мире что-то по-другому все остальное внутри это чистое почти функциональное программирование никаких побочных объектов нет никаких переменных никакие данные в процессе не меняются и остаются живыми и это все однако плюсы в моем опыте основные баги идут обычными с побочными эффектами и поэтому когда эти побочные эффекты сжаты в очень тонкую оболочку их становится меньше второй момент ядро функционально очень просто тестировать так как функции никогда не меняются ну не меняют то как они работают просто ини-тестов достаточно ини-тесты это тесты который тестит класс какой-то из логики функций например маркетчат и грейшн тесты который начинается откроется браузер и заканчивается что у нас там на серваке какой-то кэш для функционального гидрайда и грейшн тесты особенно если он скомпилируемый оболочке нужны интеграционные тесты но так как она тупая так как этот стол ну их нужно намного меньше чем те же ини-тесты и они да они будут медленнее но их опять же мало ини-тесты будут быстро и будет много отличное разделение и финальный такой код есть такой принцип называется command-parison responsibility facilitation это когда разделяете функции которые возвращают что-то от функций которые что-то где-то делают то есть отделяется запросы от команд с таким подходом это происходит автомат у вас не будет shell оболочка только или нет это плохой пример если вернемся на тот пример предыдущий там так и получается у нас только одна функция что-то делает и она ничего не возвращает все остальные функции что-то возвращают но ничего не делают ну точнее ничего не меняют во вселенной но и и и и и и и orden это и если это будет не понятно это не потому что straight это потому что не смог вынести нормально. Смотрите пример. Есть функция, которая добавляет к числам единичку, плюс 1, простая. Берем плюс 1, передаем 1, получаем 2. Берем массив чисел 1, 2, 3, сделаем map плюс 1, получаем массив 2, 3, 4. То есть такой очень простой пример. Можно передать массив туда, можно простое число. А теперь такая лажа. Я запросил картинку, на которой написано 2. Как мне применить функцию, чтобы получить 3? Не просто 3, чтобы она была нарисована. Вы дошли с этого места. Нет, я не буду разбор образов. Скорее, чтобы это выглядело в коде, чтобы это было так же понятно, как array map плюс 1. Функтор — это такой контейнерчик. Ну, любой написанного контейнером. Вокруг каких-то данных, которые знают, как применять функцию для этих данных. И при этом результат остается в контейнере. Например, когда массив, вы ему в map передаете функцию. Это все еще массив. А функция напрямую пошла к всем значениям. Я могу взять значение руками, положить функцию и получить результат. Функтор, в данном случае, выступает от моего лица. Он берет значение, применяет ему функцию, но оставляет результат в этом самом контейнере. Массив остается массивом, число остается числом. Наша картинка должна остаться картинкой. А функция плюс 1 никогда не узнает, что она была применена таким странным образом. И немножко примеров, что такое бывает в контейнере. Это массив. Это может быть какая-то синхронная логика. Я делаю запрос, но не за числом. Число — это все еще число. То, как оно складывается, ни разу не изменилось. У нас есть только проблема, что его сейчас нет. То есть факт, что его сейчас нет, это какой-то контейнер. Данные — это число. На логу примерно то же самое. Данные либо есть, либо нет. Но то, как они складываются для самих данных... Ну, то есть функция плюс 1, ей неважно, вылезет данный или нет. Если ей что-то передали, а ей передадут только данные, она сработает. И это был очень интересный пример. Поэтому с массивом массив был лучше. Да, внутренние данные — это могут быть числа, строки, другие функции, вообще все, что надо. Функция применяется к внутренним системам контейнера через функцию map. И отсюда откровение — array — это функтор. Это контейнер, в котором есть данные, у которого есть функция map, которая принята с контейнером. Это просто прекрасно. Второй момент. Promis — это тоже функтор. Почти. У него есть куча косяков, но логика то же самое. Это контейнер вокруг какого-то значения стервака, в котором мы применяем функции через n, а не через map. Но, в результате, все равно получается контейнер. Это же прекрасно. У меня promis и просто мы жизнь поменяли. Настолько проще столбиться при сложных приложениях. И назад к примеру. Без распознавания образов. Если представить, что картинка — это контейнер, сам факт, что мы рисуем цифру на картинке, то для нее можно сделать функтор, который будет заниматься распознаванием образов, рисованием назад. Мы создадим, например, рисование двоечки. DrawingOfTo — это такая альтернатива слову new. Все, получили рисовалку двоечки, ей через map передадим плюс один и получим какое-то рисование троечки. У этого функтора могут быть еще другие дополнительные, например, функции — сохранить как файл, и у вас будет 3.png, а внутри будет нарисовано 3. Но сам кайф, что нам абсолютно неинтересно, что это нарисовано. У нас просто есть нарисованная двоечка, map — добавить один — и все. Это такой одновременный классический OOP и при этом функциональное программирование. Полинных функторов — Jesus — дофигища. Только первые два посмотрю, и очень быстро уже. Есть функтор Maybe. Он очень похож на OOP, то есть значение либо есть, либо нет. Примерно так выглядит. Есть функция Constructor — мы сохраняем значение где-то внутри. Либо, если мы хотим использовать New, как в прошлом примере, у нас есть статическая функция Off, которая вызывает New для вас. Дальше уже интереснее. Мы добавляем функцию Intense из NASA, который проверяет, вообще внутри что-то есть, либо нет. Те, кто знает, как выглядит настоящий функтор Maybe — это не православный вариант. Я объясню потом, почему. Для простоты он вполне сойдет. И функция Map, которая, если мы передаем сюда функцию, смотрим, есть значение. Нету, верни, Maybe of Now — контейнер, в котором все еще Now. Функция не применяется. Если значение есть, примени функцию, но опять же оставь под контейнером. И такой дикий пример. Блин, как приходится спешить. Сделали запрос. Ну, дай мне вот по ID-шке, дай мне эту машинку вообще, она сейчас едет или нет. И пришел результат. Но нам нужно проверить на Now, потому что машина может быть в туннеле, и мы не знаем, она живая, нет. То есть, она конечно может и не быть. Поэтому проверяем. Ну, если Location есть, то сделай ему Map2Screen. Если нет, верни, что есть. И следующая функция — переводим уже оконные координаты во что. Прендерим просто, и опять делаем проверку на Now. Это все можно было объединить в один if, но смотрите, какой ужас. Логика только здесь и здесь. Все остальное — это бурлокплей. Это фигня, которая нужна просто, чтобы вот этот код не выбросил ошибок. С функтором это будет выглядеть чуть попроще. Получили Location, положили его в контейнер, и все. Дальше идет только логика. Вот тебе Map2Screen, вот тебе рендер. Если там что-то есть, мы что-то сделаем. Если ничего нет, все будет хорошо. На выходе будет либо трейдерный shape, либо null. И это можно пускать дальше по логике и опять не заморачивать там, нужно проверить на null или нет. Это вот такие if, они отвлекают. Второй момент — функтор either. На самом деле это пара двух функторов — left и right. Вот как они отличаются. Map-функция left, она не сделает ни фига. Вот это классический такой левый коммунист. Далее что-то. Конечно, все будет лучше. И вернул себя как-то. Ничего не изменилось. Либерал? Что сейчас? Ладно. Нормальный демократ. Получил функции, что-то гордо сделал, и передал кому-то еще. Оставил в right контейнере. Зачем? Как это можно использовать? В прошлом примере мы никак не трекили ни ошибки, ни то, что вот «хорошо, мой финал». А почему null? Через 10 страниц кода я могу не знать, на all это ошибка, на all это так и было. Зачем? В left и right можно вложить либо ошибку, и тогда все остальные функции игнорировать. Либо нормальное значение, и все остальные функции применять. Страшный код давайте попускам. Первое. Если location есть, положи его в right. Тот знает, что делать с этим значением. Если location нет, положи в left строчку «location not available» и пока забудь. Дальше, если была ошибка, опять положи в container left. И в самом конце опять идет чистая логика. Location, map to screen, render. И на выходе у нас либо отличный результат, либо left с какими-то ошибками, которые были в процессе. И мы это можем сделать с остальными функциями дальше. И самая последняя ошибка, она всегда останется. То есть уже без каких-либо ифов мы просто делаем логику приложения и начинаем проверять на ошибки только тогда, когда уже реально надо. И это дало такой посыл рельсоориентированному программированию. Есть ссылка в презентации на оригинал, там какой-то британский дядька читал. Смысл такой, что мы пускаем по функциям, которые обычно идут вместе, не голые значения, а either functor. И функция либо идет по зеленому треку, когда все хорошо. Либо в какой-то момент, опс, я сломалась, возвращает left и дальше идет уже по ошибочному треку и ничего больше не меняет. И на выходе у нас есть либо отличный результат, либо что-то с ошибками. Ну это прекрасно. И на самом деле тот maybe, который я показывал, это тоже пара функторов. Just, just применяет map, nothing, просто ничего не делает. Вот и все. Есть другие функторы. IO для вывода, writer для логов. Состояние там дофигища. Пока реальные пользы для русских сеть я не видел. То есть они наверняка есть, но я до этого не дорос. По функторам плюсы удобно распараллировать, ну не распараллировать, а отделять контексты от логики. То, что асинхронное, это контекст. Логика от этого не меняется. Да. По минусам кривая обучения. Если вам сходу показать кучу кода с функторами, мозгу будет больно, и это неизбежно. Потом это пройдет. Ну и потом уже, когда я наконец сказал, я понял, функторы можно их вставлять везде. Вот тебе не надо, тебе не надо. Давайте выведем консоль no, давайте консоль log, какая-нибудь строчка. Нет, давайте делаем через функторы, почему бы нет. Дальше логически идут главы, которые неплохо. Аппликативные функторы и моноиды. Просто, если вам нужно будет козырнуть где-нибудь на вечеринке, что «Как тебе этот аппликативный функтор?» Ну, можно пока заработать. Пока не пробовал. И самое стрёмное. Я почти успею. Монады. Дядя Даглас Крокфорд, когда ты говорил, у него был замечательный спички за там. Что? Монады прокли. Как только вы их поняли, ну, по его словам, как только вы их поняли, вы не можете их никому объяснить другому. И на его примере я понял, что это так. Он фуфил какой-то нёс сорок минут. Ты отличный дядька, чувак. Спасибо за жилоскопительную партию. То есть либо вы их понимаете, либо вы их объясняете. Сейчас посмотрим. Удалось ли. Смотрите, есть массив. Один, два, три. Мы передаем им функцию, которая умножает каждый элемент массива на два. Получаем второй массив, два, четыре, шесть. Массив на входе, массив на выходе. Функция работает только с значениями внутри. А теперь западло. Функция возвращает тоже массив. Один, два, три. Получили массив массивов. То есть долбанная функция, которая вместо того, чтобы брать число, возвращать число, внезапно решила вернуть сам контейнер. И получается лажа. Нет, это ещё не лажа, лажа будет. Потом, что у нас получился контейнер контейнеров. И обычно после этой строчки я пишу, хорошо, как там выравнивание массива в одно измерение. Второй пример. Точно такой же пример, но уже не с массивом, а с maybe. Maybe принимает функции, которые применяются числом, например. А что эти функции возвращает тоже maybe? То есть мы делим числа на два штуки. На ноль делить нельзя, поэтому если мы делим на ноль, мы возвращаем maybe of now. Чтобы дальше уже ничего, типа, результата нет. Если всё хорошо, изучаем maybe of результат. И, например, делим 10 на 5, получаем, наверное, 2. Может разделить 10 на 0, наверное, ничего. И теперь засада. Carrie, пока просто мне хотелось передавать параметры по одному. Делим 10 на, наверное, 5, получаем, наверное, наверное, 2. Делим 10 на, наверное, разделим, наверное, на 0, получаем, наверное, наверное, на 1. С этим можно работать, но можно пасить. Поэтому maybe станет монадой тогда, когда есть одна из 3 функций. Либо есть функция join, которая эту ложность уберёт. Либо есть функция chain, которая используется вместо map, и она разбирается уже с обложенностью. Либо есть функция flat map, которая делает то же самое, что chain. Она применяет функцию, смотрит, ох, ты же блин, ты же ложная. Разворачивает и возвращает нормальный maybe. То есть во всех случаях получается уже одномерный maybe. maybe 2, maybe now, maybe now. Всё. Монада — это умный функтор. Вот и всё. Монада — это функтор, у которого есть flat map, которая понимает, что если мне приняли опять функтор, просто разверни его. На самом деле там куча других законов. Дима очень, вот вообще последний слайд. Там куча законов, но пока для нас это неинтересно. Всё. Массив тоже будет монадой, когда добавят по следующему инскрипте flat map. И promise — это тоже почти монада. Вернули promise. Но x — это не promise. x — это 10. Он сам его развернул. Опять же, это zen, это не map, это flat map. Логика точно такая же. Внезапно. Итого. Ну да, короче. Всё по полкам. Краткое резюме. Вы пока ещё, наверное, это помните. Эту презентацию можно найти на слайдше. Она уже там. Там есть пару ссылок, всё будет хорошо. Меня можно найти здесь. Ну, больше здесь. Ну, там пока только про эмиграцию. Либо здесь. Либо здесь. Или там, наверное, про меня. Ну, здесь. Здесь больше профессионально. Всё. Вопросы? А, ещё момент. Но в начале очень хорошо. А, если вessель не смотрится в цене, то, давайте я обрабатываю. Соответственно. Хочет очень сложно. Дарьянский. Ну, и слава. И слушай. Ну, ты окей. Ну, и слава. Мы ждём. Какой катус? Ну, не… Я, ну, как бы, понял. Всем советую почитать dotsandbrackets.com Там Паша пишет про свою иммиграцию, пишет очень красиво, и... Ну, я читаю, и... Ну, вы читаете, как рассказ. На самом деле, Паша очень крутой блогер, он даже не подозревает. Он не знает, не только разбирается в монадах, но еще и красиво пишет. Вот. Вопросы. У нас совсем немного времени, поэтому буквально, там, два-три вопроса на две чашки. Первый. А в продавшине ты тоже пишешь на JS, или ты все-таки используешь нормальный функционал? Ну, JS тоже нормальный. Ну, вот, как бы, изначально функциональные языки. Нет, у нас обычный JavaScript, и поскольку только я делал какие-то функциональные замашки, у меня встречается вот комбинация нот-что-то, либо карим какой-то простой, либо, ну, такая большая цепочка map, 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 zen, 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 что-нибудь такое. А кончится? Ну, мне только хватает. Я сейчас буду больше по полуторам идти, потому что, на самом деле, то, что мне не нужно проверять на налог или на какие-то ошибки, вот, ну, просто получается красивее. Мне нужно пока убедить в этом остальных что-нибудь. Ну, если будет картинка на нудятие, то есть ли выберет ли это таких особенных, продавшите, если библиотеки, то есть ли, кто-то, 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 кто-то думает, Ну, я, я буду, колокольчик, трубка, трубка. Я вспоминаю, что я пишу на React и начинаю делать set-state, call-back передавать и прочее, и ужас вот этот. Потом мне пишет мой лид и спрашивает, чувак, слушай, давайте мне сейчас быстренько объяснить, что у тебя в файле. А у этого чувака опыта в 50 раз больше, чем у меня, и мне как-то стыдновато, что я его заставляю какой-то ерундой заниматься в рабочее время. То есть проблема в том, что как с этим бороться, то есть как-то можно вообще функциональное программирование в проект внедрять как-то инкрементарно, то есть не так, что выгнать всех программистов, которые там были и все одно написать. Какого плана? Нет, хороший вопрос. Можно начинать по чуть-чуть. То есть вот здесь вот эти вот 6 частей, они были такие, ну, более-менее изолированные. Можно использовать, стараться чистые функции. Это просто хорошая такая практика. Меньше багов, проще помнить. И сказать другим, что, ребята, смотрите, если писать функции так, просто будет меньше багов. И показать, что эта штука ни разу не упала, эта ни разу не упала, а эта падает, потому что там выпало только возле объекта. Продавайте понемножку. Ну, потому что, по-любому, придется работать в команде и переключиться, вот что давайте сесть под функциональное программирование. Ну, так не будет никогда. И это, скорее всего, и ошибочный такой путь действия. То есть ни то, ни другое не спилюли, а для счастья. То есть какие-то куски работают хорошо там, какие-то там. Здесь все просто нравится. Продавайте немножко. Предыдущий вопрошающий практически задал мой вопрос. Наверное, как и вопрос многих людей здесь. В общем, уже много-много лет всякие замечательные люди вроде там Роба Мартина или там Стива Макконнелла говорят нам о том, что код мы пишем не для того, чтобы его писать, а для того, чтобы его потом читали. Потому что код читаем мы куда больше, чем пишем. И особенно в компаниях, в которых происходит какая-то текучка кадров, программистов кидают с проекта на проект, допустим, над одним и тем же участком кода какой-то функциональности работает много-много людей, которым приходится тратить время, переключать свой контекст и постоянно получать какие-то новые знания, чтобы понять, что, блин, в этом участке кода происходит. Насколько преимущества в виде вот какой-то там, не знаю, поддерживаемости, легкости тестирования превышают недостатки над тем, какое количество времени и, соответственно, денег придется затратить, чтобы обучить разработчиков вот этим вещам. То есть вот трейдов вот этот вот между временем затраченным на обучение разработчиков многих-многих-многих и вот время потраченное там, не знаю, на написание красивого кода. Оно окупается? Я точно не перейдущусь по цифрам, что это будет выглядеть или нет. И просто маленький пример. Вот тот большой код кода, где был запрос, потом «дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн». Я сейчас читаю, ну, на нашей конторе минимальных людей, мы читаем кучу тренингов, я читаю фронт-энд. И мне говорили, что вот когда код идет так, им становится понятнее, что он делает и зачем он нужен. Функции идут в нужные места. То есть здесь есть комплектное преимущество. Это проще. Ну, некоторые из практик, что я писал, просто проще поддерживать. Опять же, какие-то практики тяжелее. Например, функторы, смотря какие. Ну, здесь реально нужно обучать народу. Может, здесь какой-то есть маленький скоп, может, там это сработает. Но всех, да, всех не будешь. Спасибо. Вопрос по поводу обучения людей. Я так понимаю, что все вот эти, да, все эти прелести использовать по частям смысла особого не имеют. Почему? Ну, например, то же самое карирование. Если мы делаем карирование не с примитивами, а с чем-то более сложным, мы сделали карирование, и вроде как все здорово, а другой человек это не учел, и у нас уже ни разу не чистая функция. Ну, и в таком случае, собственно, все плюшки пропадают на ура. Здесь немного хитрый вопрос. Потому что, да, есть люди, которые могут нормальный, ну, условно говоря, нормальный код превратить в экскремент. А еще хуже, то есть, ну… Нет, все, что сделали, это один товарищ забыл, что нельзя менять объект, который использовался карированный. Хорошо. Точно так же, как и когда-то с нашим кэшем, этот объект нужно заимпортить, чтобы он был рядом, пропустить его через Threes, и только сделать какую-то, например, для этой функции специальный диалект. Да ладно, самой функции хрен с ним, совсем чистым. Сделать объекту Threes, в начале функции, в конце Threes, потому что некоторые вещи нужно импортить. Ну, да, люди могут не знать, и для этого есть не гаймблайн, но такой defensive programming, что, опять же, наш кэш, любой новый человек, который придет, не сможет его поломать, потому что прямо внутри кэша заберет. И так далее. И так далее. И так далее.